Совсем недавно один лысый качок загрузил видео, которое просто взорвало интернет, и о котором все только и говорят. Нет, другой лысый качок. Конечно, твой прогресс резко ускорится. Да, вот этот. Очень многие просили сделать научный разбор той информации про читинг, которую дает Юрий Спасококотский. И хотя оказалось, что это не полноценный ролик, а небольшой шортс, тем не менее у него почти миллион просмотров, а это значит, что надо посмотреть, что же такого интересного там сказал Юрий, что теперь все об этом только и говорят. Поехали! Представь себе, если ты придешь в зал и будешь вот так вот раскачиваясь, поднимать веса. Тренер скажет тебе, что ты тренируешься неправильно и вообще, что ты идиот. Потому что самое важное для тренера – это твое здоровье. Нет, самое важное для тренера – это твои деньги. А на втором месте уже твое здоровье, потому что чем более ты будешь здоровым, тем больше денег ты сможешь ему принести. А вот если ты травмируешься ненароком, ты не сможешь покупать у него персональные тренировки, и, соответственно, он заработает меньше. Твои результаты при этом на третьем, пятом, десятом плане, потому что фитнес – это не спорт. И тренеру здесь важны не те результаты, которые ты показываешь, а то количество денег, которое он сможет на тебе заработать. Он даже на скамье сход подвигает корпусом, то есть читинг делает даже в изоляции. Все профессионалы делают читинг, все используют инерцию, рывки. Ты можешь тысячи видео профессионалов показать своему тренеру, но он скажет – это же Арнольд, это же не ты. То есть, получается, Арнольд стал таким, потому что он тренировался эффективно. Арнольд стал таким, потому что использовал невероятное количество химии, фармакологии, и, конечно, да, очень тяжело тренировался. Десять или даже более лет, сколько вот там, больше десятка лет он так тренировался в одном и том же режиме с кучей химии. И вот поэтому он стал таким, а не потому что он использовал читинг. Первое видео про читинг на канале Юрия появилось аж девять лет назад. Стал ли он с тех пор таким, как Арнольд? Нет, не стал. Хотя я уверен, что Юрий активно использует читинг в своих тренировках. Так что, ребята, дело не в читинге. При этом не нужно брать за образец Арнольда. Арнольд один из десятков, из сотен, из тысяч людей, которые попробовали. И даже при том, что у него все получилось, будем считать, что он успешен, он также столкнулся со всеми негативными последствиями. Например, у него было несколько операций на сердце, связанных именно с тем, как он тренировался и какие он использовал препараты в прошлом. При этом у него была возможность их оплатить. А вот у огромного количества других ребят, у которых не выстрелил результат, да? Может быть, они также накачались, но они не смогли монетизировать весь этот процесс, не смогли заработать достаточно денег, но при этом столкнулись со всем тем же огромным количеством побочек, которые были следствием того, что они делали. Судьба сложилась совсем по-другому. Поэтому, во-первых, не нужно брать Арнольда в качестве своего образца, а во-вторых, тем более не нужно думать, что результаты, которые он получил, это результаты читинга. И в-третьих, кстати, далеко не все то, что он показывает на видео, нужно вообще брать к сведению. Арнольд сам признавался в интервью, что он давал неправильные советы даже своим друзьям, например, Франко Коломбо, касательно подготовки и тренировок, чтобы они ни в коем случае не могли его победить. Вот такая вот он редиска, поэтому на конкретном ролике он мог просто стебаться, он мог показывать всякую ерунду, которая круто смотрится в кадре, но не имеет отношения к его реальным тренировкам. Знаете, этот анекдот касательно успешных бизнесменов, которые всем рассказывают, что надо вставать в 5 утра, работать допоздна, выкладываться? Если бы я был очень богатым человеком, я бы давал, наверное, точно такие же советы. Для того, чтобы у меня не было никаких конкурентов, потому что человек, когда встает в 5 утра, ничего, ни черта не высыпается, ни черта потом не может соображать, он уже конкуренцию никакую, конечно, не составит. Ну, не факт, что я бы так делал, да, но люди так делают. Слухи ходят, что вот именно оттуда и родилась эта идея про клуб 5 утра и прочие бредовые советы, которые не имеют отношения к тому, как на самом деле приходят к успеху. В общем, вы меня поняли. Используйте критическое мышление и не верьте тому, что вы видите в телевизоре или тем более на ютубе. Но шорт еще не закончился. Но тебе же не нужно быть накачанным, поэтому ты можешь тренироваться так, как тренер говорит. Медленно, плавно и подконтрольно. Если ты не новичок, у тебя уже крепкий мышечный корзет спины, и ты научишься выполнять упражнения с читингом, как профессионалы, конечно, твой прогресс резко ускорится. Кто бы что ни говорил. Я, например, скажу, что нет, он резко не ускорится. И, Юрий, ты сам являешься отличным примером того, что читинг – это не панацея от всех бед. Но мы здесь занимаемся научным подходом, поэтому давайте не будем голословными. Давайте рассуждать с научной точки зрения, с точки зрения той же моей любимой физики. Что такое читинг? Любое упражнение выполняется за счет сокращения и расслабления мышц. Возьмем, для примера, сгибание на бицепс. Когда вы поднимаете штангу на бицепс, у вас бицепс сокращается. Опускаете – расслабляется. Если нагрузка меньше, чем сила ваших мышц, вы можете поднять штангу. Если она равна силе, то вы можете удерживать штангу в статическом напряжении, в статическом положении. Если нагрузка больше, чем сила, которую могут генерировать ваши бицепсы, то из любого положения руки у вас будут медленно, но верно опускаться вниз. Просто потому, что вы не можете удержать. Это первооснова. Это биомеханика, это физика. Соответственно, что такое читинг? Вот вы взяли какую-то нагрузку, сделали с ней количество повторений, которые вы можете делать в концентрическом фазе, да, когда вы можете сокращать, поднимать. Соответственно, нагрузка меньше, чем сила, которую генерируют ваши мышцы. Затем ваши мышцы устают, у них недостаточно становится энергии, и вы уже не можете поднимать. При этом Юрий предлагает использовать читинг. Что такое читинг? Читинг – это использование других мышечных групп для выполнения конкретного упражнения, для того, чтобы величина нагрузки, которая приходится на целевую мышечную группу, уменьшилась. То есть, подключая, допустим, корпус, вы закидываете немного вес повыше, становится его легче поднимать, получаете дополнительную нагрузку на бицепс. Если мы возьмем саму идею читинга – облегчение нагрузки, то увидим, что ее можно получить не только с помощью читинга. Например, вы можете взять другую штангу меньшего веса и добить повторения с ней. Будет ровно то же самое. Вы уменьшите нагрузку на целевую мышцу, но в отличие от читинга вы не создадите дополнительную опасность для своего организма. И если мы говорим про поднятие штанги на бицепс, то, конечно, там читинг не то, чтобы сильно угрожает вашему здоровью. А вот если говорим о каких-то действительно тяжелых упражнениях, то там риски существенно повышаются. При этом результативность будет точно такая же. Вы можете присесть с одним весом, дойти до своего отказа, убрать лишние блины, продолжить сделать несколько повторений с более легким весом. Нагрузка уменьшится, вы сможете ее выполнять, мышцы получат стимул к росту. Вашим мышцам все равно, как вы их нагружаете. Они даже не знают, что вы делаете. Они умеют только сокращаться, расслабляться. И если вдруг сталкиваются с нагрузкой, которая выше того уровня, к которому они готовы, то они дают сигнал организму, что надо бы нам подрастить еще мышц. И если при этом вы обеспечите их достаточным количеством питания, достаточным количеством макро- и микронутриентов, то у организма появляется возможность нарастить себе мышцы для того, чтобы в следующий раз с этой нагрузкой справиться. То же самое. Если вы уже устали, вы не можете выполнять в концентрической фазе, вы можете воспользоваться помощью, например, своего партнера по тренеру, который будет вам поднимать штангу в концентрическую фазу, помогать, а дальше вы будете медленно опускать сами. Это точно так же уменьшает нагрузку, которую вы получаете в упражнениях, просто за счет того, что вы уменьшаете амплитуду выполняемого упражнения в два раза. Вы полностью позитивную фазу все убираете, оставляете только негативную. Нагрузка становится легче, вы можете делать еще повторения, ваши мышцы получают дополнительную нагрузку, при этом совершенно, совершенно безопасно, в отличие от читинга. Можно придумать самые разные варианты касательно того, как увеличить свою нагрузку, не используя читинг, и вашим мышцам будет абсолютно все равно, что вы будете делать. Поэтому нужно ли использовать читинг для того, чтобы резко скакнуть в своих результатах? Да, конечно, нет. Но рациональное зерно здесь есть. Действительно, очень многие останавливаются в упражнении до того, как они выложились на полную. В мышцах еще есть запас сил, просто его недостаточно, чтобы работать с той же интенсивностью, с той же нагрузкой, которая выполнялась до этого. Именно поэтому бодибилдеры придумали дропсеты, придумали пирамиды, обратные пирамиды, то есть различные тренировочные техники, в которых вы изменяете нагрузку, постепенно снижая ее по мере накопления усталости в ваших мышцах. Ну что, надеюсь, я объяснил вам про читинг, объяснил вам про Юрия, объяснил, что читинг это не путь к тому, чтобы стать Арнольду. И хотя мне бодибилд не особо интересен, но с точки зрения именно физики, с точки зрения биомеханики, все это дело очень интересно разбирать, докапываясь до первоснов, до тех идей, которые лежат в основе всего этого. И параллельно выкидывая весь тот мусор, всю ту шелуху, которой все это обросло, все эти мифы и бро-сайенс. В общем, надеюсь, что ролик получился достаточно полезным. Если вам понравилось это видео, и вы хотите, чтобы больше подобных видео выходило на канале, то вы можете стать одним из спонсоров канала на сайте Бусти. У нас уже 20 спонсоров, мы собираем каждый месяц порядка 7 тысяч рублей, чего мне хватает на то, чтобы отдать на монтаж 2-3 ролика ежемесячно. Соответственно, когда я соберу больше денег, в идеале 40 тысяч, я смогу отдавать все ролики, которые снимаю на монтаж, и сфокусироваться непосредственно на разборе, на поиски информации, а в дальнейшем уже на создании собственных аналитических роликов на основе конкретных исследований. И глобально я хочу двигаться в сторону от простого канала с разборами к созданию собственного независимого научно-исследовательского института, который будет делать все сам, вплоть до проведения конкретных исследований и экспериментов в тематике физической активности и здорового образа жизни для того, чтобы избавиться полностью от того мракобесия, того уровня необразованности, который в этой сфере сейчас есть. Потому что здоровье у нас одно, и нужно помогать людям его беречь и делать лучше. Также, как вы наверняка заметили, мою новую толстовочку. Это осенне-зимняя коллекция толстовок Север в магазине Workout, главная особенность которых это, во-первых, защита горла двойным капюшончиком, да, в отличие от всех конкурентов, а во-вторых, длина. Это удлиненные толстовки, соответственно, ваша поясничка находится под защитой, вам ничего никуда не задует, не продует, даже если вы выполняете подтягивания. Наверняка вы сталкивались с тем, что когда вы делаете подтягивания, кофта задирается, поясница оголяется, и потом она начинает болеть. Вот чтобы такого не происходило, мы специально разработали удлиненные, утепленные толстовки, в которых идеально приятно заниматься зимой. Пока еще все размеры есть в наличии, ходите по ссылке в описании и заказывайте. Все деньги от продажи этой одежды также идут на развитие нашего канала. На этом все на сегодня. С вами был Антон, канал Street Workout. Увидимся!